Всем привет, ребят! Меня зовут Марго, добро пожаловать на мой канал Just Skating Girl. Сегодня будет довольно-таки необычное видео, которое я мечтала снять, наверное, с начала моего катания, потому что это видео о том, как я прыгнула аксель. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok который ведет тебя на путь к двойным, потому что если ты прыгнул аксель, это вот как бы такой вот зеленый свет к тому, чтобы переходить к двойным прыжкам и переходить на более, скажем так, профессиональный путь фигурного катания. К этому акселю, который я совершенно недавно прыгнула, я шла все эти долгие пять лет. Аж не верится, что я говорю, что я в фигурном катании уже пять лет, с 2018 года. Началось это все в 2019 году, по-моему, да, это был мой второй год обучения фигурному катанию. И вот тогда вот я уже набралась вот этой вот смелости на льду, у меня уже не было вот это вот ощущение, что ты вот как бы немножко скользишь, ты не понимаешь, куда ты скользишь, и сможешь ты себя остановить вообще или нет. У меня это все пропало, я начала уверенно себя чувствовать на льду. Когда я выучила все основные прыжки, кроме лутца, у меня с ними, если что, до сих пор проблемы, я, посоветовавшись со своим тренером, решила попробовать аксель. Просто чтобы дать вам понять, вот тогда вот в то время, в 2019 году, это было для меня намного проще. Все прыжки, все вращения, это было проще, потому что тогда у меня еще не было никаких вот этих вот ментальных блоков, которые как-то могли бы мне препятствовать изучать какие-то элементы, прыжки, вращения и так далее и тому подобное. Как они у меня появились, я тоже позже расскажу. Ну, в общем, тогда я попробовала аксель, и я его прыгнула с недокрутом. Я не снимала тогда видео, тогда вот больше я его особо и не тренировала, просто вот я достигла там своей мечты, чтобы попробовать, и я начала дальше заниматься другими делами фигурного катания. В конце 2019 года у нас должны были быть соревнования в Западной Украине во Львове. Я на те соревнования, когда должны были быть мои вторые соревнования, я на них благополучно не поехала, потому что у меня была травма голеностопа, я тогда его вывернула или ушибла, в общем, было что-то, вообще, очень неприятное, disgusting. Во время того, как я прыгала ридверкер, я приземлилась на правую ногу, я ее вот так вот повернула, подвернула, и прям вот на нее как будто бы села. Я тогда от нее отходила довольно-таки долго, почти месяц, и это было уже, это был ноябрь, начало подготовки к декабрьским новогодним шоу на льду, и тогда я начала готовиться, я помню, мы вот все садились вот этот вот выпад, что ты садишься на левую ногу, а правую как будто вот так вот назад. Я садилась в этот выпад, и в этот момент, когда я вот так вот поворачивала, ногу, у меня просто каждый нерв своей ноги, каждый нерв своего тела я чувствовала, потому что это было ужасно больно, и после этого, когда вот я чувствовала, когда я прыгаю, я приземляюсь, вот эту вот боль, у меня как будто бы сработал вот этот вот щелчок в голове, и после даже того, как я вылечила эту фигню, у меня начались вот эти вот дебильные ментальные блоки. Дальше настал 2020 год, тогда закрыли все катки в Украине, просто мой любимый год, и тогда вот начался вот этот вот двухгодовой карантин на нашем катке в моем городе, и именно с того прекрасного года мне пришлось каждую там две недели в месяц ездить на катки в другие города, чтобы только покататься и не забыть вообще все то, что я уже давным-давно выучила. У меня новые коньки, Респортелит Про, и я начинаю прыгать. И в этот момент я понимаю, что прыжки, они уже не такие высокие, не такие, скажем так, подлетающие, как и раньше, но не из-за салатиков на новогодние праздники, а из-за того, что вот из-за этой травмы, и из-за того, что у меня появляются ментальные блоки. Я начинаю бояться прыгать, я начинаю бояться приземляться. Мой главный слушатель. Манах. Это наушники. Копейки. Бандура. Я еще тогда этого не осознавала. Я понимала, что вот мне немножко страшно, но вот что это какая-то вот такая вот фигня, которая очень многим фигуристам начинает мешать, вот реально мешать. Я еще тогда не осознавала. В 2020 году с новыми коньками у меня начинает получаться все больше и больше, все больше и больше элементов. Я начала немножко вот так вот из этого выдвигаться, выдвигаться, выбегать. Это вот все, вся эта фигня происходит. В 2020 год я пытаюсь как-то ходить куда-то на какие-то катки, но в 2020 я особо вообще не каталась, и это грустно, но вот так вот, собственно. И тогда с Акселем у меня вообще не было никакой речи. Я о нем забыла, и я просто пыталась максимально тренировать то, что я уже умела, чтобы просто его не потерять вот весь 2020 год. Наступает 2021 год, я покупаю пиано. С покупкой пиано я решила вернуться к Акселю. И, собственно, начиналось все не очень, потому что учила я его без тренера, и учила я его без никаких подготовительных упражнений. Просто прыгала дома на полу, напрыгивала его, пробовала, но без тренера, без никого, то есть просто пробовала сама. Иногда, когда я очень даже так интересно с него падала, а падала я с него постоянно и очень больно. Некоторые тренера даже с некоторых катков, вот там, с Киева, с Харькова, ко мне подъезжали и пытались мне как-то помочь, сказать, вот типа, ну подожди, ну ты так, ну не спеши, попробуй сначала вот это упражнение, вот это, а потом, когда ты себя подготовишь этими упражнениями, переходи к Акселю. Но нет, у меня абсолютно нет никакого терпения. Я нетерпеливый человек до степени до 100%. По всем каткам я пролетала, своей попой я помыла просто все катки в Украине. Я снова повредила голеностоп. Я не выходила на лед около двух месяцев. О том, когда я вышла, очень было тяжело что-то восстанавливать. Кабрь 2021 года. Открывают наш каток. Наш каток выходит из двухлетнего карантина. Появляются новые тренера. Я начинаю вовсю тренироваться с тренерами, причем с тремя тренерами. Три или даже четыре тренера. Вот я пришла, я говорю, я хочу Акси. И у меня говорят, да, хорошо, ты готова на все 100%, начинаем тренировки. Я начала напрыгивать, пробовать. Сначала я пробовала с одними тренерами. Один раз у меня вышло, но не было это стабильно, не было это постоянно. И тоже было очень много падений. И потом я начала, я решила немного сменить, как бы скажем так, тренера на постоянной основе. Я перешла к новой женщине, которая работала у нас на катке. Прыгали мы его немного, совсем немного, пару раз за тренировку. Хотя вот у меня иногда была цель, вот целая тренировка, хочу отвести тренировку на Акси. Через довольно-таки большое количество тренировок никакого прогресса у меня не было. У меня не было Акси, я его не выпрыгнула ни разу. Было что-то на него похожее, но постоянно вот этой вот балалайкой я с него постоянно падала. И что-то было вообще не то. И со временем я поняла, что я стою на месте. Хотя у меня всегда такое бывает, когда я вхожу в активный тренировочный процесс, у меня всегда начинается хороший прогресс спустя какое-то время. И у меня этого прогресса не было. И я решила, что возможно проблема в тренером. Ну что, бывает такое время, например, методика, которую использует этот тренер, тебе не подходит. Эту всю историю с соревнованиями, как мы поставили программу за две недели, я рассказывала уже в своем видео о своих третьих соревнованиях. Вы можете перейти вот по ссылке, где-то здесь вверху в подсказке, по ссылке в описании посмотреть. Я решила, что этот тренер мне не подходит. И за две недели до соревнований я сменила опять тренера, который мне поставил программу. И этим тренером оказалась моя очень хорошая подруга, с которой я вместе каталась на катке, но ее уровень намного выше моего. Вот, и она поставила мне программу. Параллельно с тренировками программы мы начали тренировать аксель. И с ней я выпрыгнула аксель. Мы катали его буквально за неделю, за две недели, неделю с половиной я его прыгнула. Я поняла его технику, но все же вот эти вот все ментальные блоки, которые у меня до этого были, они все равно остались, которые мне мешают до сих пор. И иногда я его прыгаю в балалайку, потому что я просто взлетаю, боюсь и раскрываюсь в ненужный момент и падаю. Вот. Но, тем не менее, я его тогда выпрыгнула. Но мне это вышло благополучно, наконец-то. После соревнований, после того, как я поставила аксель, мне нужно было работать на стабильность, началась война в моей стране. И после этого я поехала в Германию. В Германии я начала снова тренировать аксель сама. Но я уже знала технику, я уже все знала, мне уже все было отлично. И тогда я переехала на Кипр. Сколько переездов у меня было просто за этот год, это пипец. С квартир на квартиру, со стороны в страну. И вот тогда я начала сама уже, опять же, работать на стабильность. Я долго не прыгала аксель. Это было лето 2022 года. Я начала заниматься сама, пробовать сама. Просто скидывать своей вот этой вот подруге, которая является моим и тренером. Она мне давала какие-то советы, что я делаю правильно, неправильно. И вот я начала его выпрыгивать. И, ребята, осенью 2022 года я начала напрыгивать аксель стабильно. И сейчас, на данный момент, он у меня является более-менее стабильным. Учитывая то, что я уже два месяца не была на льду. Я его начала напрыгивать стабильно. Я поняла свои ошибки. Я поняла все, что мне нужно было делать. И, собственно, да. Вот так вот, ребята, вот таким вот тернистым путем. Но я прыгнула аксель главными, наверное, лайфхаками, упражнениями, которые мне в этом помогли. Именно на подъем колена в аксель. То есть, как ты должен его прыгать. Ты должен взять хороший мах руками и ногой. И хорошенько поднять колено, чтобы выпрыгнуть в воздух. И вот это была моя проблема. Я не могла выпрыгнуть высоко. И я выпрыгнула. И, собственно, сейчас я его напрыгиваю, напрыгиваю, напрыгиваю. Я все равно, конечно, падаю, но из 10 попыток 5 из них удачные и 5 нет. Так что, как бы, 50 на 50 он у меня сейчас получается. И если вам интересны какие упражнения, мне именно помогли его сделать, я сниму об этом тоже отдельное видео именно на льду. Но вот таким вот тернистым путем. Но я все равно его прыгнула, потому что я этого очень сильно хотела. Я не сдавалась. Я хотела над ним работать. Я работала, и я его прыгнула. Поэтому я вам тоже советую не сдаваться ни в коем случае со своим акселем, со своими любыми элементами. Если вы это сильно очень хотите, тренируйте, тренируйте, еще раз тренируйте. Сейчас я надеюсь, что в 2023 году мое катание станет более или менее регулярным. Я начну заставлять себя больше ходить на каток в любое свободное свое время. Больше тренировать, больше прыгать, вращаться и так далее. Поэтому на этом маленьком катке, конечно, это не очень идеально будет получаться. Но у меня планируется поездка и в другие страны в этом году. Поэтому, да, мы с вами, возможно, поедем на другие большие катки, на которых можно будет потренироваться. И я собираюсь встретиться со своей подругой-тренером в этом году на катке, а также в другой стране. Поэтому, ребята, да. Это вот мой путь к акселю. И я вам желаю всем высоких, пролетных, красивых акселей. Если вы к ним сейчас идете, у вас обязательно все получится. Ну и я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем до новых встреч!